Сегодня мы поговорим об атрибутах команд и продолжим разбирать команды, которые вам могут пригодиться. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, теплица социальных технологий. Атрибуты команд, они же условия, они же ключи, добавляют команде какой-то параметр, который ее сужает, делает более конкретный. А иногда, кстати, расширяет. Ну, короче, я бы заменил слово атрибут словом где. Вот команда ls выводит содержимое папки. Добавляем к ней атрибут 1. Это не значит, что это первый атрибут, это имя атрибута. Атрибуты вставляются через defis условно минус 1. И вот этот минус я буду заменять на слово где. То есть сейчас мы имеем такую конструкцию. Вывести содержимое папки, где сортировка будет в столбик. Или вывести содержимое папки, где сортировка будет в столбик и будут показаны все вложенные папки и файлы. А атрибут R большое. Имейте в виду в Unix регистр имеет значение. Тут у нас ничего особо в папке root нет. А вот если такую команду вывести из корня, он долго будет перечислять все, что там есть. Тут у нас по большому счету только в папке slow.loris что-то есть. Атрибутов у команды может быть несколько, тогда они просто вводятся через пробел. То есть вот, например, вывести все вложенные файлы и папки, где путь snap.lxd. Ну то есть вывести содержимое папки lxd. Путь это, в общем-то, тоже атрибут. Ну и посмотреть все атрибуты для команды ls можно с помощью атрибута help. Хотя help это не совсем атрибут, возможно, поэтому вводится через два дефиса. Ну тут, правда, все по-английски. Если нужно разобраться с атрибутами какой-то команды, лучше воспользоваться Google. Атрибуты команды ls. Команда clear очищает командную строку. Следующая полезная команда, и на ней как раз хорошо рассказывать о пользе атрибутов, команда find. Это поиск. Набираем find, получаем поиск всего, что есть в домашней директории. То есть это поиск без атрибутов. Понятно, что так редко что-то ищут. Можно добавить путь, то есть ограничить поиск какой-то папкой. Ищем все, что есть в папке snap. Или ищем все файлы, где имя, атрибут name, содержит расширение PHP. Ну то есть по-русски ищем все файлы с расширением PHP. Имя файла в кавычках, звездочка, заменяет любые символы. В данном случае все символы. Странно, нет ни одного файла PHP. Хорошо, давайте поищем файлы с расширением TXT. Есть один такой, cookies.txt. Или, например, наоборот. Ищем все файлы с названием cookies, независимо от расширения. Имя начинается на C. Ай-яй-яй, много. Но все начинается на C. Поэтому давайте так. Ищем все файлы, где имя начинается на COO. Вот, уже меньше. А, это я и сейчас в корне стою, поэтому так много файлов. Вернемся в домашнюю директорию. CD. И найдем все файлы, начинающиеся на COO. Вот он, один. Ну и понятно, что name это лишь один из атрибутов поиска. Просто, на мой взгляд, один из самых востребованных. Об остальных атрибутах почитайте с помощью команды help или google. Google это не команда, это поисковик. И давайте перейдем к теме, которую я вот прямо совсем по верхам пройду. Потому что тут речь идет о раздаче прав и вообще о работе с системой. Я имею в виду команду apt. Update, Upgrade, Install. По сути, периодически, ну и особенно в самом начале, вам нужно проапгрейдить систему. Неизвестно, сколько времени назад ее установили, многое могло поменяться. Делается это двумя командами из набора apt. От английского Advanced Package Tool. Средство для установки, удаления и обновления пакетов в среде Linux. Update обновляет базу данных с доступными пакетами. Видите, пишет, что 42 пакета можно обновить. А Upgrade, соответственно, обновляет сами пакеты. Причем делать это может только суперадминистратор. Я зашел как пользователь root. Ну, собственно, как суперадминистратор. Вы можете не иметь rootовых прав. Ну, то есть максимальных прав. И тогда нужно набирать перед apt команду sudo. Sudo дает вам временную возможность исполнять команды с максимальными правами. Но будет запрашивать пароль. Собственно, ту команду, которую вы ведете с префиксом sudo, вы выполните с правами суперадминистратора. Про sudo и раздачу прав я расскажу чуть подробнее при установке докер, поэтому давайте так. Если у вас не rootовые права, ну, то есть вы не пользователь root, вводите sudo apt-update, если сработает sudo apt-upgrade. Upgrade, собственно, обновляет все пакеты, которые можно обновить. А вот все пакеты, говорит, обновлены на текущую дату. Может быть еще такое, что команда apt звучала изначально как apt-get. То есть вот так. Поэтому, если не сработает, попробуйте сначала sudo apt-get. И если уже и это не сработает, начинайте выяснять, какие у вас права и что теперь делать. Но спешу вас успокоить. В 90%, я бы даже сказал в 100% случаев, просто делаю скидку на то, что могу не все предусмотреть. У вас, как у владельца сервера, будут rootовые права, независимо от того, выделенный это сервер, ну, то есть физически в стойке или виртуальный персональный. Но еще раз об этом мы поговорим в девятом уроке. Субтитры создавал DimaTorzok